ГТРК Татарстан и Росфонд продолжают совместный проект помощи тяжелобольным детям. Сегодня история 4-месячного Алёши Прилуцкого. У мальчика синдром короткой кишки. Требуется индивидуальное оборудование, расходные материалы и ингредиенты для перинатального питания. Включаемся каждый день на фарантуральное питание. Алёше 4 месяца, но самостоятельно кушать он начал лишь недавно. Основное его питание – жиры, глюкоза и аминокислоты – идут через капельницу. Диагноз – синдром короткой кишки – врачи поставили малышу сразу после рождения. Конечно, мы люди уже взрослые, поэтому сразу же, наверное, включили мозги и понимали, что мы должны с этим справиться. Но шоково-стояние до сих пор преобладает, если честно. Не хочется с этим мириться, но мы будем бороться за малыша, конечно. И малыш будет бороться за себя однозначно. Большую часть своей жизни маленький Алёша провел в больнице. Кишечник самостоятельно не работал. Сейчас также питается он и дома. Через капельницу – по 13 часов в сутки. Малыш уже перенес несколько операций. Осталось последнее, самое важное. Ребенок самостоятельно не опражнялся. Выведена следующая кишочка. На брюшную часть животика выведена кишочка. И вот эта реконструкционная операция должна быть под закрытием этой кишочки, чтобы ребенок уже самостоятельный, как мы все. Врачи говорят, каждому требуется индивидуальный подход. Ведь течение болезни предсказать невозможно. Для нормального роста и развития ребенка, ребенок получает парентеральное питание через порт-систему. И для успешного проведения необходимо полное обеспечение этими растворами и расходными материалами. Такая помощь ребенку очень необходима. Сейчас для Алеши требуется индивидуальное оборудование, расходные материалы и ингредиенты для парентерального питания. Это обойдется почти миллион триста тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Помочь можем мы с вами, как помогли уже тысячам детей, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщений 75 рублей. Как нести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Ралина Абрамова, Владимир Руков, Вести, Татарстан. Ралина Абрамова, Владимир Руков.